Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин в этом выпуске. Кожа из пробирки в Якутске врачей ожогового отделения провели первую операцию по новой технологии. Несут службу даже в праздник. Сегодня в России отмечают День спасателя. Гран-при международного лагеря. Якутские школьники вернулись после декабрьского сезона в Артеке. Кожа из пробирки способна закрыть ожоги. В ожоговом отделении республиканской больницы номер 2 врачи провели первую пробную операцию по пересадке собственных фибробластов пациентам. Это результат совместной работы Минздрава Республики, Келлиники, СВФУ и Института Вишневского Российской Академии Медицинских Наук. Операцию смело можно назвать знаковым событием в здравоохранении республики и началом новой эпохи развития медицины. Сарглана Федорова продолжит. Операция без шрамов. Это новая реальность клеточной медицины. Выращенные в лабораторных условиях клетки кожи помогают восстановить собственный кожный покров после ожогов и ран. Человеку не пришивают новую кожу. Фибропласт просто создает условия, чтобы собственные клетки пациента начинали активно расти и размножаться. Прямо сейчас происходит знаковое событие в истории якутской медицины. В рамках научных исследований врачи впервые пересаживают на ожоговую рану пациента его собственные фибропласты. Трансплантацию проводят в три этапа. Сегодня на первом этапе операции пациенту заменили 7% кожи. Врачи ожидают, что этот метод поможет улучшить результат лечения, ускорить процесс оживления, получить лучший косметический эффект. В первую очередь это нужно тем пациентам, которые получили обширные ожоги, когда собственной живой кожи недостаточно. Сегодня врачи имеют возможность брать фрагмент кожи и передать в клеточную лабораторию. Мы пересаживаем собственную кожу пациента, ауто-лоскут, все эти многие годы. Естественно, сохраняется волосяной фолликул и частично потовое железо, где есть возможность, лоскут берется полнослойный. Там, где перфорированное отредство и там, где заживляются при помощи собственных аутотранспорталтов, естественно, роста заново волосяной фолликул восстановить, конечно, нет. Фибропласты выращивают на базе клеточной лаборатории Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. В лаборатории разрабатывают биотехнологический продукт, предназначенный для регенерации кожи. Клетки выращивают в инкубаторе при помощи ростовых факторов. В лабораторных условиях с тем, чтобы у человека, пострадавшего от ожогов, был свой гермальный эквивалент кожи. Достигаем так называемого монослоя на чашках, то есть уже на пластике, в лаборатории в инкубаторе растут клетки. Мы их размножаем в количество. Функции фибропластов просто огромны. И мы надеемся, что в ближайшее время технология войдет уже в клиническую практику. Технология персонифицирована, то есть мы у самого пациента берем и в уже клетки пересаживаем. Так что здесь исключается риск отторжений, всевозможных иммунологических реакций. Врачи намерены работать над усовершенствованием клеточных технологий. Если все этапы операции пройдут успешно, то далее планируют применять такой метод лечения и для пациентов с обширным обморожением. Сегодня в Кремле проходит заседание Государственного совета страны по вопросам повышения инвестиционной привлекательности под председательством президента Владимира Путина. В нем принимает участие и руководитель Якутии Егор Борисов. Основной вопрос, который рассматривают участники, как увеличить инвестиции, поступающие в регионы страны. До срочных выплат пенсии за следующий месяц в декабре не будет. Выплата и доставка их и других социальных выплат за январь сделают по графику. 1, 2, 7 января для отделений почтовой связи установлен выходной день, поэтому пенсии выплатят 5 и 6 числа. А по доставке на дом в Якутске изменений нет. Выплата будет произведена по графику. Во всех остальных районах республики доставка пенсии будет произведена по графику, но опять же за 7 января почта выплатит пенсию 5 и 6 января. Тем получателям, которые получают пенсию в кредитных учреждениях, график остается прежним, но по договору перечисление денежных средств будет осуществлено в первый рабочий день после праздничных дней. Жители села Хатестыра Алданского района получили щедрый новогодний подарок – новую модульную котельную возвели за счет средств районного бюджета, и теперь она полноценно вступила в работу. Подробнее в материале наших халданских корреспондентов. Хатестыр – поселок Алданского района, где проживают и венки, а его жилой фонд – это частные дома с печным отоплением. Только школа, находящаяся в верхней его части, имела свою котельную. К Новому году администрация района преподнесла хатестырцам подарок – модульную теплоцентраль. Два котла по 2,5 гикокалории мощностью. Мощность очень приличная, тут подключать поселок надо. Можно сказать, что огромный запас энергии будет. Пока в котельные подключены два объекта – культурно-спортивный комплекс и новый детский сад, строительство которого в завершающей стадии. На возведение теплоцентрали израсходовано около 17 миллионов рублей. Все средства за счет районного бюджета. В этом году мы также решили вопросы по холодной воде. Теперь у нас есть котельная, холодная вода, есть желание жителей подключаться к системам отопления. И уверен, думаю, что все у нас получится. Котельная сделана с запасом, так что я думаю, что всем жителям верхней части села Хатестыр хватит тепла. И всем нашим социальным объектам тоже. Так как объект муниципальный, плата за гикокалорию, то есть тепло, будет меньше, чем у других поставщиков в районе. Кроме того, сельскую школу также переключат на новую котельную. Новая модульная котельная пока отапливает два объекта соцкультбыта. Но уже летом у жителей верхнего поселка села Хатестыр появится возможность подключения своих домов к системе отопления. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, поселок Хатестыр. Сегодня в стране отмечают День спасателя. Этот праздник считается главным для сотрудников МЧС России. Именно в этот день в 1990 году учредили российский корпус спасателей, позже переформированный в МЧС. Сегодня на территории республики несут дежурство тысячи спасателей и пожарных. Большинство из них владеют сразу несколькими специальностями. К примеру, альпиниста, водолаза, парашютиста и парамедика. Они могут работать на воде, суши и в воздухе в любых климатических условиях. В Якутске в честь праздника сотрудникам вручили ведомственные награды и грамоты. Лучшим спасателем якутского поисково-спасательного отделения МЧС стал Вадим Захаров, который в составе оперативной группы более месяца работал в Среднеколымском районе во время паводка. Каждый день приходила вода, там получается равнина по сантиметру, под 4 в день прибывала, прибывала и прибывала до осени. Эвакуировали гуманитарный груз, доставляли, перевозили детей, восстанавливали, помогали вещи поднимать, ну и все вот вытекающие. Но кроме МЧС в республике действует пять отделений службы спасения. Каждый из них охватывает определенные группы районов. Центральный офис находится в столице региона. Несмотря на памятную дату, сотрудники экстренной службы продолжают непрерывно нести свой пост. О их работе расскажет Сарглана Захарова. Маленький ребенок закрылся в квартире изнутри. Зволнованная мама звонит на номер службы спасения. Уже через минуту спасатели находятся в пути. И так каждый день. Даже свой профессиональный праздник спасатели несут непрерывный пост. Помимо того, что оперативная дежурная смена находится здесь, вот данная смена работает, повышенной готовности тоже. И еще люди сидят так называемо на телефонах дома. Владимир Владимиров пришел в службу 11 лет назад. И днем и ночью, как он рассказывает, спасатель должен быть на чеку. Ведь могут вызвать на подмогу в любой момент. Это не профессия, а больше призвание, говорит Владимир. Ну просто с работы вышел, отдежурил. Все. Отдых домой. Три дня. Ну куда там. В автобус только сел. Так, срочно всем на вазу. Ой, господи. Выпрыгиваешь на ближайшие остановки и назад бегом. Мы просто не имеем права медлить. Не только в Якутии, но и далеко за ее пределами помнят историю Карины Чикитовой, которая блуждала по Олегминской тайге почти две недели. Благодаря слаженной работе спасателей и волонтеров девочку смогли найти. Тогда на поиски бросили больше сотни человек. Сегодня, чтобы ускорить поисковые работы и уменьшить потребность в дополнительных людях, спасатели разрабатывают новые технологии. Совсем недавно им удалось запатентовать изобретение, не имеющее аналогов в мире поисково-спасательный маяк. Мы решили использовать гудок автомобиля, который стоит и время от времени подает сигнал, чтобы заблудившийся человек сориентировался и подумал, ага, там какая-то команда собирается, значит, там люди есть, и побежал туда. А с другой стороны устройства находится маячок, который будет подавать световой сигнал. Несколько таких аппаратов устанавливают на расстоянии два километра друг от друга в зоне пропажи человека и его предполагаемого маршрута. Гудки проходят по три раза каждый отрезок определенного времени. Этой осенью маяк уже показал свою эффективность на деле. Буквально осенью на Намцирском тракте пропали грибники, и пока ребята расставляли вот эти грибники, вот удивились, тепловоз какой-то там в лесу появился. Так небольшой огонек в лесной чаще стал спасительным сразу для нескольких человек. Слово о пропажах. Только за этот год спасатели выезжали на поисковые работы порядка 270 раз, поднимали технику в воздух 18 раз. Эти показатели могут в разы сократиться благодаря новому аппарату, уверены авторы маяка. Сарклана Захарова, Владимир Павлов, Анука Саха, Якутск. И последние учащиеся якутских школ стали обладателями гран-при декабрьского сезона международного лагеря «Артек». Сегодня дети прилетели в Якутск, в аэропорту их встретили родители, друзья и наша съемочная группа. Ранее Минобор Республики отобрал из разных школ Якутии 30 детей, которые имели достижения в спорте, искусстве, точных и естественных науках. Их наградили путевками в Артек. В течение 21 дня дети отдыхали в лагере в смене, которая была посвящена изобразительному творчеству. Мы очень рады, что Министерство образования Республики Саха-Якутия организовало такой выезд. 30 ребят со всей республики съездили в Артек, получили неоценимый опыт. Смена называлась «Рисуем мир глазами детей». Посвящена была искусству, музыке, танцам. Наши дети сумели реализовать весь свой творческий потенциал. Огромная-огромная благодарность Министерству образования Республики Саха-Якутия. На закрытии сезона учащиеся школы номер 31 города Якутска со своим третьим отрядом выступили на галоконцерте «Закрытие сезона», который назывался «Мир глазами детей». Девочки организовали и провели флешмоб, посвященный спорту и здоровью, где и завоевали гран-при. Получается, мы начали готовиться к нашему мероприятию за три дня до начала. Мы были ответственны за это мероприятие. Мы очень долго готовились, усердно репетировали, но мы дошли до конца и, конечно же, получили гран-при. Мы очень этому рады. Вся эта атмосфера, ребята, у нас были самые лучшие божатые. В Севастополе мне больше всего понравилась экскурсия, исторический музей. Было много девочек из Качуэр, девочка из Дагестана, Пенза, Томская область, Тюменская. Родители встретили детей сегодня в аэропорту и также устроили им флешмоб с Дед Морозом и Снегурочкой. Всем артековцам подарили памятные податки и призы. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Также все актуальные новости всегда можете найти на портале nvk.defisonline.ru. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.